Притяжение бизнеса с чем связан растущий интерес россиян к предпринимательству 1 июня 2019 года, 13.53 Владимир Цыгоев В столице завершилась Московская неделя предпринимательства, главным событием которой стало награждение лауреатов бизнес-премии «Прорыв года». Как отмечают эксперты, на фоне государственной поддержки, а также растущего числа образовательных программ и грантов россияне все чаще задумываются об открытии собственного дела. При этом наиболее популярными сферами для стартапов становятся медиа и маркетинг, социальное предпринимательство и IT-услуги. В этом году участниками Московской недели предпринимательства стали свыше 60 тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи спикеров и представителей экспертного сообщества. Также по теме Гибкая форма бизнеса, глава корпорации МСП Броверман, о вкладе малых и средних предприятий в экономику России 12 декабря в Москве состоялся ВИИ Конгресс «Инновационная практика», «Наука плюс бизнес», организаторами которого выступают МГУ и компания. Как отмечают опрошенные IT-эксперты, растущий интерес россиян к предпринимательской деятельности во многом связан с увеличением числа проектов господдержки, а также образовательных и грантовых бизнес-программ. Масштабы Московской недели предпринимательства показывают острую необходимость для многих бизнесменов представить себя и свои проекты, обсудить жизненно важные вопросы работы, взаимодействовать между собой и с городскими административными структурами и получить содействие в таком сотрудничестве. Подобный форум и его решение – одна из возможностей реализовать принцип «win-win» в работе и жизни, то есть ситуацию, когда выигрывают все стороны, рассказал в беседе SRT руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман. Согласно последним данным Международного информационно-аналитического портала Startup Blink, сегодня Москва занимает 10-е место в глобальном рейтинге городов с самой благоприятной обстановкой для создания стартапов. Примечательно, что за два года российская столица опередила в этом списке Пекин, Торонто и Париж. Как отметил в интервью RT, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, ежедневно в Москве регистрируют примерно 450 новых стартапов, а для поддержки предпринимателей уже создано 35 технопарков. Более того, по словам аналитика, с 2016 года налоговые поступления от малого и среднего бизнеса выросли на 47%, до 473,8 миллиарда рублей и составляют около четверти доходов городского бюджета. Развитию проектов способствует и городская технологическая инфраструктура. Например, мобильный интернет в Москве стоит почти в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке или Сан-Франциско. При этом условия для создания стартапов улучшаются не только в столице, но и в других российских городах. За два года Санкт-Петербург поднялся в рейтинге. Стартап-блинк. Сто тридцать первого до семьдесят девятого места, подчеркнул Николаев. Деловой прорыв примечательно, что за последние двадцать лет в Москве и в целом по России заметно изменились приоритетные сферы предпринимательства. Об этом РТ рассказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опора России Павел Сигал. Если еще на рубеже нулевых годов все предприниматели шли в торговлю, неважно, была ли это продажа одежды, обуви или помидоров, то сейчас наиболее популярными направлениями являются медиа и маркетинг, сферы развлекательных услуг, туризм и IT-продукты, пояснил Сигал. Во многом заявления эксперта подтверждают итоги первой бизнес-премии «Прорыв года». Так, четыре из девяти победителей занимаются производством и продажей высокотехнологичной продукции. В частности, компания-обладателя премии в номинации почетный стартап Анатолия Кирсанова предлагает оборудование для автономного тепла и электроснабжения на основе использования солнечной энергии. Поставки без энергии, с чем связан рост несырьевого экспорта России. По итогам прошлого года вклад российского несырьевого экспорта в ВВП страны увеличился на 2% пункта. При этом сам прирост. Примечательно, что в области инновационных технологий работает и победитель главной номинации Гран-при Михаил Крапивный. Его конструкторское бюро производит шлемы виртуальной реальности, а также оказывает услуги в области промышленного дизайна и 3D-печати. Любопытно, что наряду с растущим числом IT-компаний и стартапов России стремительно набирают популярность и социальное предпринимательство. По словам Павла Сигала, активную работу в этом направлении ведут органы молодежной политики и различные некоммерческие организации. Число проектов на благо общества давно вышло за рамки единичной практики. Теперь регионы соревнуются друг с другом по количеству, масштабу и качеству таких проектов, добавил Сигал. Например, по итогам конкурса «Прорыв года» победителем в номинации «Социально ответственный бизнес» стала Наталья Оленькова, основатель сервиса индивидуального подбора «Нянь-бабушка на час». Компания Натальи занимается обучением людей предпенсионного и пенсионного возраста и помогает пожилым гражданам преодолеть сложности с невостребованностью на рынке труда. Напомним, что рост деловой активности и поддержка предпринимательства в России являются одними из ключевых задач в рамках национальных проектов. Согласно стратегии властей, к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса должна увеличиться до 25 миллионов, по сравнению с 19,2 миллиона в 2018-м, а доля МСП в ВВП – достичь 32,5%, по сравнению с 22,3% в 2017-м.